Всем привет, это Акега и сегодня мы разберемся, стоит ли использовать автомат АМАКС SR56 с конверсией под патрон М67. А перед началом ролика не забудь поучаствовать в розыгрыше боевого пропуска 4 сезона. Для участия необходимо подписаться, поставить лайк и написать комментарий в 5-6 слов, чтобы YouTube такой «О, вот это комментатор! Наверное, видео интересное». Ну а если ты его еще и досмотришь до конца, что совсем не обязательно делать даже в активной вкладке, то YouTube решит, что это видео, ну, прям, ну, стоит рекомендовать другим. Галил, более известный в колде как АМАКС, весьма спорное оружие, так как низкий ТТК и огромная эффективная дальность сделают его крутой пушкой, если бы не одно но, а именно наличие в данный момент в игре Грау 5-5-6, который и точнее, и быстрее, а с учетом скорости пули можно сбривать даже летящих вдалеке парнях после ГУЛАГа. Но многие любят экспериментировать, да и Грау обещают понерфить к середине сезона, так как в отличии от ру-сегмента YouTube, остальной мир считает Грау сильным, а вот Рам слабым оружием. А постоянный киллкам из Грау всем об этом каждый раз напоминает. Кстати, у меня есть подробный разбор Галила, вы сможете посмотреть его по ссылочке в описании, а также по всплывашке в конце. Сегодня я попробую вам объяснить, опять же, на примере этого Галила, почему конверсия под большой калибр это, ну, не самое лучшее решение, даже на такой пушке, как АМАКС. Для начала вспомним, что дает конверсия под патрон М67, скорость прицеливания, урон, скорость перемещения и начальную скорость пули. Людям очень нравится все, что дает в этой игре урон, таких модулей, правда, очень мало, поэтому начнем разбор именно с него. Без конверсии Галил имеет 42 урона на расстоянии эффективной дистанции при стрельбе в туловище и 56 в голову. В конечности максимум вы нанесете 35 ДМГ, и все это даже с базовой эффективной дальностью уже на 38 метров. При конверсии под патрон М67 ваш урон будет равен 57 при стрельбе в тело, 100 в голову и 48 в ноги. И кажется, что это очень весомые цифры, но вот только есть одна проблема, все это доступно при стрельбе до 33 метров, а по меркам Warzone это очень маленькое расстояние, буквально расстояние от одного конца полицейского участка до другого. За пределами же 33 метров урон начинает пропорционально снижаться. Скорость прицеливания и скорость перемещения достигается путем того, что у нас забрали 20 патронов. И по сути эти бонусы полностью перекроются тем, что вы поставите модуль прицела минимум ВЛК-Х3, а может даже Кронан-Х4. Ну и начальная скорость пули. Очень важный параметр, который делает Галил на конверсии одной из самых адекватных ДМР по этому параметру. Благодаря стволу Зодиак и бонусу от конверсии пуля летит действительно быстро, что позволяет брать минимальное упреждение при стрельбе на дистанции. Итак, давайте сначала о плюсах. Самый быстрый полет пули у ДМР по типу СКС и ЕБР. Минимальная отдача при быстрой стрельбе в сравнении с СКС и ЕБР. 210 запасных патронов в отличие опять же от СКС и ЕБР, так как они используют снайперский патрон. А их, как вы знаете, в запасе всего 40. Итого получается, если вы увеличили магазин на СКС до 30 патронов, у вас в запасе останется всего полтора магазина. А импанч при попадании не такой существенный, как на других ДМРках. А сейчас минусы. Они есть и они существенные. Урон на дистанции не ощущается от слова совсем. Вам необходимо попасть 3 выстрела в голову или 5-6 в туловище. А у вас их всего 10 до перезарядки. Магазина не хватит даже на двух оппонентов. В то время как в обычном Галиле с одной обоймы можно убить 2-3 врага. Даже на средней дистанции. Ну и если вы способны попадать в голову так часто, то может лучше взять кар 98, ну или другую снайперку. Мало того, урон на комфортной дистанции тоже ощущается слабо, если не закинуть 1-2 головы. Что опять же не всегда получается, так как вам необходимы для этого определенные условия. В то время как даже с МП-7 на этой же дистанции нужно просто стрелять в хитбокс. Ситуация получается следующей. Если вы начинаете прямую перестрелку с более чем одним врагом, вам не хватит патронов. Если вас начинают стрелять первыми, то шансов перестрелять тоже мало. Итого получается пушка с высоким потенциалом, но даже рекрент на стриме не вывез, играя с ней соло. Поплевался, сменил сетап. Ну а мое мнение двоякое. Я конечно могу потратить 4-5 часов, чтобы записать победу с нормальным количеством киллов с этим девайсом, но это будет не объективно. Так что после этого анализа вы увидите, наверное, самую мою удачную игру с этим оружием в рандом-сквадах. Надеюсь вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Такая Силока на самом деле. Не знаю, что они хотят лететь в госпиталь. Я более чем уверен, что в госпитале сейчас будет прям дикая заруба. И в итоге все это выльется в то, что мы размокаемся и пойдем регать новую. Ну а ничего, попробуем. Сейчас там кто-нибудь вертолетик возьмет. Вот. Приближается вражеский солдат. Вижу движение. Ваша основная задача — окружающая церковь. Иду. Ваш союзник отправился в кулак. Там он будет сражаться за право вернуться в бой. Противник. Союзник получил разрешение вернуться в бой. Самое интересное, они же потом выигрывают. Не выиграют гулак. Такие типа. Получается назад. Ваш союзник проиграл. Теперь он возвращается на базу. Союзник проиграл. На крыше двое остались. Приближается вражеский солдат. Сходим. Как же я их разъебал. Я заебой, это место. Какой мой друг? Да-да, я. Они на ангаре. Там он был, чел. На втором этаже сидит. Да-да-да, там он был. Выбежал. Выбежал. Нокнул. Так, ну нам хватит выкупить и кончать. Машина у вас. Ну ладно. Так, ну это последний походу убежал. Я троих убил. Ну-ка, выкупим его. Что-то меня подлагивает немножко в этом городе, конечно. Отвечаю, там по торговце. Забудьте. Что-то я его выкупил, нет? Нет, деньги с того. Купите там арморуся. Качи, buy armor, please. Some plates. Вон, купил армору. Возьмите арморуся. Воу, да что. Гоу. 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 Так. О, они тут близко, смотри. Иду. Ну, ёп, не хватило. Нашел броню. Так, ну, они тут на первых этажах. Ног. Размещаю взрывчатку. Три ног. Гоу, бай, юэви, гайз. Здесь торговец. Может, что нужное есть. Это пригодится. Да, дайте ему денег. У него денег нет. О, корона. Кром. Вон там. Понят. Понятно. Вернись. Вернись. Я утром. Есть Троузель номер один убита, хорошая работа. Ещё одного нашли. Не самое умное занятие, на самом деле, сидеть с короной. Я заметил, довольно просто взять вертичь и вот с вертичьем ты уже можешь как-то выжить 3 минуты. То есть вот вы прям захотели выжить. Начинаю бой. Здесь торговец. Может, что нужно иметь. Гоняю позицию. Гоняю позицию. Вижу движение. Цель отмечена. Разнесите её. Я штурмовик три, вас понял. Захожу на цепь. Попадание! Осторожно! Газ приближается! One on roof Нашел броню Надо прикрыть, тут на крыше чел Иду! Над нами наш ППЛА! Начинаю бой Иж врага! Ответил его! Я под обстрелом! Один ног Цель номер один убита! Хорошая работа! Перезаряжаюсь На первом этаже, внутри Тут бывает, бегает Меня порвали! Я на твоей стороне! Я на твоей стороне! Вижу движение! Спасибо Нашел броню Один остался или всё? Нет, нет, всё Гоу, бай Шоп, шоп, шоп Над нами наш ППЛА! Начинаю бой! Летон! По греху добьёшь! Так, я чуть ниже никого Я не могу Выдвигаюсь! Выдвигаюсь! Над нами наш ППЛА! Начинаю поиск! По греху У меня нет Наши Наши Убираем Гоу, возьми иду туда на разведка отправляйте и хэв cluster strike вижу движение вон на магазе двое или трое внимание приближается вражеский солдат движение на крыше приближается ваз отмечаю новую безопасную зону а 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 1 все последнего так что у нас по деньгам армор надо you need armor guys you need armor осторожно газ приближается buy you ev please тут деньги нашлись i'm gone roof начинаю поиск там чела пока что на госпитале много иду туда отвечаю цель забудьте надо кому так ну тут наверно наверху чела я просто взлетаю так где-то вы купились или купили что-то цель отмечено убейте ее не бессмысленно нам надо этот кластер страйк и вертич вертич над нами вражеский бпл над нами вражеский бпл а над нами вражеский бпл а бпл на лиске но скройтесь от них чтобы выжить все норм арест концентрация газа повышается следуйте в новую безопасную зону что-то не повезло немножко и иду позицию на извините почему точнее на но по идее они здесь бежать должны и врага предел его обрежается газ над нами наша было значит ниже над нами вражеский бывало на план не знаю один был задача не выполнена так у меня нет денег гов здание наверх обратно хотя стоит тут нет здания над нами наш ВПЛА гайз го заскочу ка я туда приближается вражеский солдат над нами вражеский ВПЛА сзади наш что-то прямо да очень много 20 метров так противник потерял ваш след вы в безопасности так полу мяча и торговцы надо быстрее переходить начала паст 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 движение я к нельзя стрелять сейчас просто перейти кавер 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 над нами вражеский бы было над нами на меня напали я по нам стрелять закладываю взрывчатку я помогу гжи гжи отмечаю новую безопасность так 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 на не но это кстати это довольно жестко а